всем добрый день сегодня я буду пересаживать розу которую черенковала в начале летом сейчас почти середина октября месяца температуры у нас удерживаются до 14 15 градусов по цельсию и для средней полосы розы можно высаживать ну почти до конца октября для южных регионов этот период более растянут корневая система уже успела хорошо сформироваться конечно на еще не очень большая на нежная но осенняя посадка ей не повредит это чайно-гибридная роза в конце августа она дала бутон который я срезала чтобы роза не тратила силы на цветение а посажена она сравнительно небольшую емкость около 300 миллилитров даже корни у нее выходят за пределы горшка через дренажное отверстие то есть можно говорить что корневая система у розы сформирована неплохо роза будет расти у меня с другими чайно-гибридными розами в розарии у меня почва хорошая плодородная но все равно при посадке можно и нужно использовать такие удобрения как супер фосфат такие как калий магнезия сульфат магния в котором содержится очень важный элемент сера и кроме этих удобрений можно использовать те которые я буду использовать сегодня например кристаллон кристаллон коричневый в нем содержится малое количество азота много фосфора и калия и 8 микроэлементов что очень важно для роз также я буду использовать удобрения для посадки саженцев от фирмы organic mix для пересадки любых растений и микоризу которая улучшает приживаемость способствует укоренению растения лунку я делаю в два раза больше чем горшок добавляю туда organic mix удобрения и затем добавляю две такие мерные ложечки микоризы при этом надо сказать что обязательно хорошенько перемешать эти очень важное удобрение для того чтобы получить такую однородную массу и надо сказать что корни должны впоследствии соприкасаться с этим удобрения достаю из емкости посмотрите корневая система небольшая но все-таки она присутствует примеряю саженец к луночке опять-таки добавляю туда почву проливаю и добавляю удобрения кристаллон 1 ложки это приблизительно 25-30 граммов будет достаточно опять-таки хорошенечко перемешиваю для того чтобы получить однородную такую почву опять-таки присыпаю почвенным слоем чтобы корешочки не сильно так уж соприкасались с этим удобрением и устава и устанавливаю свой саженец должна сказать что саженец должен быть установлен так чтобы почва не возвышалась над тем местом где и как саженец был посажен присыпаю плодородным слоем почвы и затем начинаю поливаю 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 фитоспорином можно полить комнатной температуры и затем мульчирую вокруг этого саженца необходимо обязательно следить за тем чтобы ваш саженец постоянно поливался за влажностью почвы следить можно проливать саженец несколько раз фитоспорином вот такие правила посадки розы в осенний период времени из черенков тем кому видео было полезно подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик комментируйте до новых встреч на новомê Apply